Дорога республиканского значения Мамлюдка-Костанай общей протяженностью на территории Северо-Казахстанской области 180 километров. На ее строительство выделили 2 миллиарда 700 миллионов тенге. Сдать трассу в эксплуатацию обещают в сентябре месяце этого года. Это программа Дроги Киезет. Меня зовут Диасна Спаев. Поехали. Здравствуйте. Телеканал 24 Киезет. Программа Дороги Киезет. Меня зовут Диас, журналист. Дорога Мамлюдка-Костанай. Как вам? Дорога-дорога. Строится. Делают. Ну, устраивает все. В принципе, неплохо. Раньше было хуже до реконструкции? До среднего ремонта? Ну да, намного хуже было. Там в районе Станового вообще прям невозможно было проехать. Сейчас намного лучше, конечно. Как вам дорога Мамлюдка-Костанай? Отлично сейчас стало. Лучше стало? Да. Отлично. Да, конечно. Намного. А куда едете? Многовещен. Куда? Многовещен. Раньше дольше времени уходило? Да, конечно. Примерно сколько сейчас? Полтора часа. А раньше? Два-два с половиной. В общем, вы довольны? Конечно. Трасса Мамлюдка-Костанай. Хорошая дорога? Плохая? Ну, сейчас более-менее сделаем. Лучше стало. Да? Довольны, конечно. Лучше, чем ладки. Пусть хоть такая дорога, но лучше. Знаем, что она ненадолго? Почему? Да, тонкий слой гложили. Тонкий слой. Нужно было потолще. Ну, я не специалист, и то вижу. Потому что видно, как едем. Каждый день ездим. Как давно приступили к работам протяженность участка? Заготовка материала происходила зимой, так как тендер был еще разыгран в 23-м году. А к участку приступили 1 мая. Здесь, получается, у нас протяженность 28 километров разделена на участки. 0,4 километра, потом 13 километров, то есть 18-31 километр. И 10-800 – это у нас 35-46 километр. И плюс есть площадка отдыха на 103-м километре. Вот. Ну, с освещением. Полностью в эксплуатацию когда все сдадите? В эксплуатацию сдадим? Ну, у нас по графику вообще 31 октября 2024 года. Ну, думаю, до этого срока сдадим. Успеете? Успеем. Сейчас почему техника стоит? Ну, сейчас у нас в регионе очень обильно, осадков очень много. Поэтому погода вносит свои коррективы. Из-за этого, так как дождь ложить нельзя, из-за этого не укладываем асфальтобетон. В данный момент здесь происходит укладка асфальтобетона, ну, верхний слой мелкозельнистого. Ширина полотна 7 метров, обочины по 2 метра с каждой стороны. В общем, два основания у нас – рециклирование. Это добавление с новым материалом и цементом. И два слоя асфальта – это крупнозельнистые и мелкозельнистые. То есть 6,4 – ну, этого достаточно, ну, чтобы, я думаю, для транзитных машин, для фур. Если я не гружу, то, конечно, 20 тонн, не более. Интенсивность высокая? Здесь, да. Много машин? Очень много, да, пройдя, нужно. Так как это… Вы особо не заметили, куда камни? Ну, есть машины, очень много здесь. Нами постоянно отбираются пробы материалов, все через лабораторию проходит. Керны берутся при… ну, по каждому слою. То есть на каждом этапе работ нами ведется строгий контроль качества выполняемых работ. Нарушения выявляли какие-нибудь? Ну, попутные какие-то небольшие замечания были, конечно, без них никак, но все, в принципе, своевременно устранялось. Ну, где-то там… по смеси там немножко где-то регулировали, но такого как бы глобального ничего не было. Сумма проекта сколько составляет? 2,8 миллиарда. На сегодня сколько освоено? Что за 1,6 сейчас освоено. Трассу Мамлюдка-Костанай мы увидели. Отправляемся оценивать состояние автодороги Жизказган-Петропавловск. Сроки начала и окончания работ на этих объектах практически одинаковые. Сейчас ремонт идет, сейчас хорошо, классно. Только там немножко осталось, добить бы-то до моста. Сейчас быстрее доезжаете? Ну, ну, мы держим. Сколько? Мы в Петропавловск едем. 120 идет. Вот как вам дорога Жизказган-Петропавловск? Ну, пока вот этот участок более-менее, но дальше плохой. Ужасный? Ужасный. Дальше ужасный, за Сергеевкой. Дороги ужасные, машину махом разобьем, хоть машина и новая. Ну. Хотелось бы, чтобы лучше были дороги. Это вообще ужасные. Особенно, как на Моишимке, там вообще кочка на кочке. Как вам дорога Жизказган-Петропавловск? Вся или отдельный участок? Вся. Отвратительно. Ужасные? Ужасные. А где новые участки? Где новые, ехать более-менее можно. Но тоже не очень? Ну, тоже качает, болтает. А до этого как было? Тоже совсем все критично было. Здравствуйте. 24, Киезет программа. Все, я понял, не некогда, брат. Все хорошо здесь. Конкретно те игры, да. Лучше? Ну, мне нравится, да. Все базарнется. Саламу алейкум, всем удачи. Все хорошо. Автомобильная дорога республиканского значения А16 через разрам Петропавловск, километр 836-876. К данному проекту мы приступили в мае месяце этого года. На данный момент по этому участку у нас уже выполнено порядка 60% физического объема. Закрыто по финансам 1 миллиард 700 миллионов. Общая сумма порядка 3 миллиарда 500 миллионов. Сдача в эксплуатацию в конце октября этого года сделали где-то 85%. Это холодное экстраклирование применением нового материала и добавлением цемента. Количество людей на пике строительства где-то 40-45 человек. Задействованы спецтехникой 35-40 машин. В конце выпуска по нашей уже сложившейся традиции посмотрим на придорожный сервис этого региона. Мы вместе с супругой в 2003 году приобрели это здание, кафе. Первоначально сделали ремонт. А кафе у нас называется Юности. Юности. Почему? Ну именно что молодость у многих людей прошла здесь. И поэтому я ее назвал кафе Юности. У многих людей это у кого? Которые заканчивали техникум. Какой? Хозяйственный. В покровке здесь. Поэтому иногда заезжают, вроде как ностальгия. Туда же вот недавно два вице-министра приезжали. Вот зашли. Говорят, мы как в родной дом попали. Ну а благодаря супруге, конечно, очень у нас большой ассортимент блюд. Заточная линия, для того, чтобы не было скопления очереди. Люди быстренько берут, выбирают блюда, какие нужно. И спокойно садятся и кушают. Посуду, естественно, мы убираем сами. Идем дальше. Куда мы идем? Так, идем на кухню. На кухню. Вы нам даже кухню хотите показать? Кухня, конечно, все оборудование новое. Работать очень удобно. На персоналу удобно работать в этой кухне? Нравится? Да. Это банкетный зал. Он на канавском национальном стиле. Да, это, во-первых, он зал сделанный, мы ее называем. Это юрта у нас. Потому что, видите, в национальном стиле все сделано. Люди с удовольствием заказывают. Потому что, во-первых, и блюда у нас качественные, продукция вся качественная. У нас, во-первых, мясо все свое, молоко свое, сметана своя, яйца тоже свои. У нас подсобное хозяйство. Это у нас гостиница, да? Да, это гостиница. Гостиница для желающих остановиться, переночевать. Здесь что у нас расположено? Здесь у нас банкетный зал по желанию тоже клиентов. Мы запускаем. Банкетный зал. Еще один. Да, еще один по евростилю сделан. Пожалуйста, вот номер. Сколько их всего здесь номеров? Шесть номеров. Иногда даже бывает так, что мест не бывает. Да, бывает даже люди по месяцу живут. Во-первых, чистота, порядок. Захотел, спустился, покушал. Все условия. Душевая. Ну, ремонт, ремонт. Классно. Классно. Я просто вот под впечатлением остался. Да, здесь, конечно. Возле холодильника, да, все есть? Да, все есть. Детская кроваточка. Детская кроваточка. Можно с уверенностью сказать, что придорожный сервис в этом регионе развивается на очень высоком уровне. Наверное, это в том числе благодаря поддержке Казахтажова. Увидимся через неделю. Казахтажова. 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 Казахтажова.